Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе. А еще мы очень много сплетничаем. Сегодняшний выпуск снял с помощью замечательного кофе Тартухи. Восхитительный итальянский кофе. Ребята, это кофе будет меня каждое утро. Спасибо Тартухи за постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. На канале не принято обсуждать. Вышло новое интервью с Яном Дворкиным. Это небинарный, трансмаскулинный человек, который объясняет, о чем речь. Который говорит о своей самоидентификации, о своих переживаниях, о своих трудностях, с которыми он встречается, живя в России. Она, он, я совершенно запутался. Понимаете, ребята, для меня тема небинарного самовосприятия. Это всегда тема, которая по какой-то причине просто зажигает огонь под моей задницей. Я не могу нормально воспринимать людей, которые не могут самоопределиться. Почему они не могут самоопределиться? Потому что человек говорит, мы зря говорим про Яна Дворкина. Это женщина, которая ощущает себя небинарным человеком. Эта самая женщина говорит, что я небинарная, я биологическая женщина, но называйте меня он. Здесь у меня сразу начинается жуткий диссонанс, потому что если ты небинарный человек, то ты по идее, в теории, да, как я воспринимаю человека, я боюсь сваливаться здесь в гомофобию. Элементарная гомофобия. Потому что я не могу нормально и серьезно воспринимать людей, которые говорят, я женщина, но называйте меня он. Значит, ты воспринимаешь себя как мужчину, если ты говоришь про себя он. Ведь самые настоящие небинарные люди, они призывают говорить о себе в контексте. Они, без всяких шуток, они, они называют себя они. Прошу прощения за тавтологию. Я скажу больше. Я не могу воспринимать серьезно, повторяюсь, этих людей. Для меня небинарные люди, это люди нетрадиционной ориентации, как я их воспринимаю. Прошу прощения всех небинарных. Прошу прощения всех трансмаскулинно, флюидно, гендерных людей. У меня есть право воспринимать вас так, как я воспринимаю. И оставьте мне это самое право. Я воспринимаю здесь людей, как заигравшихся в модные термины. Восхитительную реплику выдала ведущая этого самого интервью, интервьюер Ольга Чебыкина. Вот что она спрашивает. Противники того, что ты говоришь, скажут, ну ты же до 28 лет пока не знал, что есть такие люди, был успешно социально реализован как женщина. И типа все-таки это вечный спор про то, что от обилия информации, от того, что тебе сказали, что ты можешь выбирать, вот ты теперь выбираешь. А нам другим поколениям не говорили, и никто не выбирал, и все спокойненько себе все-таки делились на мальчиков и девочек. И не было, блин, никакой нафиг путаницы. У меня точно такое же восприятие. Она задала этот вопрос с сарказмом, она задала этот вопрос вроде как от человека непонимающего, она знает, о чем говорит, но в данном случае она озвучила для меня лично именно мой вопрос. Я не могу принять вот этот вот простой факт. Есть для меня лично мужчина, есть женщина и человек трансгендер, который родился в, например, женщина, но она воспринимает себя как мужчина, и она не воспринимает себя как человека бесполого. Она себя воспринимает как мужчина, ей нужен вот этот вот трансгендерный переход, чтобы ощутить себя наконец-то в своем поле. Когда мы говорим про людей гендерно-флюидных, гендерно-флюидные люди, это люди, которые не могут определиться со своим полом, и в течение жизни они меняют восприятие себя, и они говорят, как окружающим людям их нужно воспринимать. Я не верю в это, я верю в другое. У меня только что вышел вот мой влог, вот это вот самое видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. В эту субботу, каждую субботу у меня выходит на моем основном канале влог о моей жизни, кому интересна моя жизнь в отрыве от сплетен и новостей. Я говорю о себе как о человеке с экзистационным кризисом. Я честно говорю, я уверен, этот термин известен давно, но лично для меня этот самый термин, он нов. Для меня интересно вот это вот состояние, и я, услышав вот этот вот термин, я его применил к себе. Обычно я бы назвал свое состояние потерянная депрессия. Но теперь я знаю, что есть такой кризис среднего возраста, но это классика жанра. А есть экзистационный кризис. И я начинаю подгонять свое состояние под это для меня новомодное и очень новое определение. Вот то же самое у меня здесь вопрос хороший к людям с небинарной ориентацией. Что это вообще за небинарная ориентация? Путаница. Господи, боже мой, я посмотрел это самое видео. Как же у меня бомбит. У меня бомбит в первую очередь от того, что я этого не понимаю. По какой-то причине я это не принимаю. Я понимаю, мир сейчас движется в правильном направлении. Каждый должен воспринимать и ощущать себя так, как он хочет. В то же время дайте нам определять вас так, как мы хотим, потому что мы люди, имеющие полное право, посмотрев на вас, сказать «О, это женщина, это мужчина. Если я вижу женщину, я обращусь к ней, как она. Если это мужчина, я обращусь к ней, как он». Ян Дворкин. Так эта женщина себя называет. Она сама, как она утверждает, она психолог. У нее свой центр по реабилитации и психологической помощи. Вот как раз таким трансгендерным и небинарным людям. И она говорит о своем ребенке. Здесь нужно послушать. Прости, если вопрос будет некорректным. Я хочу спросить о том, как он тебя называет. Он называет мамой. Мне нормально с тем, чтобы дать ему в этом свободу обращаться, чтобы он обращался ко мне так, как ему комфортно. А внутри я при этом себя чувствую не мамой, не папой. Я пыталась примерять то одно, то другое. Не подходит. То есть я чувствую родителям. До этой реплики она сказала следующее. До 28 лет она ощущала себя с женщиной. И подавала себя миру, как женщина. Скорее всего нет традиционной ориентации. Вот самый интересный вопрос они подняли в этом видео. С кем спит эта женщина? Если начать говорить про нюансы сексуальной самоидентификации. Почему вы нам не скажете, с кем спит Ян Дворкин? Потому что если Ян спит с женщинами, это тогда как бы все расставляют все точки над и, что она лесбиянка. Прошу прощения всех небинарных. Я никого не хочу обидеть. Я просто пытаюсь разобраться вот в этой самой ситуации. Дальше Ян Дворкин сказал, что всем людям после 28 лет своей жизни она сказала, называйте меня он. Были друзья, которые были с ней в течение всей ее жизни. И они сказали, Ян, я не знаю, как ее зовут в ее женской ипостасе. Они сказали, мы не можем называть тебя он. Для нас ты всегда она. Для ее матери ты всегда она. Ее мать воспринимает ее как свою любимую доченьку. И Ян Дворкин говорит, я отрубила этих людей из своей жизни. Я их просто убрала. Я перестала общаться со своей матерью, потому что она воспринимает меня как девочку. Сказав все это, сын называет ее мамой. Сама она воспринимает себя как небинарного человека с местоимением он. Но сказав все это, она разрешает своему сыну по какой-то причине выбирать какого пола родитель. И она не пытается навязать своему ребенку, своему сыночке, 9-летнему, определенный пол, кем она является. Но если ты разрешаешь и даешь свободу своему сыну воспринимать себя тем, кем он хочет, в данном случае мамой, то есть женщиной, почему ты не разрешаешь своей родной матери называть себя женщиной? Почему ты отрубила от своей жизни всех друзей, которые отказываются называть тебя местоимением он, хотя до этого десятилетиями вы вместе дружили? Здесь для меня лицемерие, здесь для меня непонятное, саботаж, манифест. Вот мир мне обязан тем, что он обязан меня воспринимать тем, кем я являюсь. Если ты говоришь, дайте мне свободу ощущать себя тем, кем я хочу, Ян Дворкин, дай нам, нам лично свободу воспринимать тебя так, как мы тебя воспринимаем. И дай нам тоже право называть тебя она, оно, они или он. Человек, который требует свободы самоидентификации, лишает свободу идентифицировать себя в окружающий мир. Цитата. Я хочу, чтобы на меня смотрели и не понимали, что это. А у меня вопрос, а зачем тебе это нужно? Зачем ты это хочешь? Для меня это какой-то юношеский максимализм, когда я хочу, чтобы мир смотрел на меня и не могли понять, что я за существо. А зачем вот это удовлетворение вот этой вот потребности? Человек, который не может себя идентифицировать, это одно. Для него это личная драма, и он говорит, общество меня не воспринимает, общество меня не принимает, мне очень тяжело. А здесь идет какой-то громкий манифест, громкое заявление. Цитата. Я хочу, чтобы на меня смотрели и не понимали, что это. А зачем ты это хочешь? Настолько сконфузившее меня видео. Я обязательно оставлю ссылки, я всегда оставлю все ссылки на видео, которые мы с вами обсуждаем. Посмотрите, вы понимаете, для меня это ломка. Я не хочу никого обидеть. Я боюсь говорить на эту тему, потому что я постоянно боюсь кого-то обидеть. Вы просто перейдите по ссылочке и посмотрите вот это интервью. Вы будете в шоке, потому что для меня... Ну, дайте мне право сказать свою правду. Мне жалко ребенка, который называет ее мамой, а она не разрешает, чтобы ее воспринимали как женщину, окружающий мир. Настолько сконфузившее меня видео. Настолько выводящие меня на эмоции. Я понимаю, все новое, оно нас конфузит. Все новое, вываливающееся из рамок нашего восприятия, это очень сложно. Это идет та самая революция всего нового. И все новое, оно сейчас приходит просто семимильными шагами идет в нашу жизнь. Но я до сих пор, повторюсь, как меньшинство из меньшинств, я до сих пор не могу принять те самые элементарные факты, которые будут элементарны для этого человека. Я обязательно оставлю ссылку, перейдите. У вас просто будет бомбить. А может быть, вы найдете ответы на вопросы, вас волнующие. Может быть, дай бог, вы получите ту поддержку, которой вам так не хватало. Сложное видео, очень сложное видео. Давно я не видел таких видео, которые меня настолько бы зацепили. Вы понимаете? Я не понимаю, почему я такой злой на это видео. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Софья Таюрская дала интервью Ксении Собчак. Опять же, кто не посмотрел, я оставляю все ссылки на видео, которые мы с вами здесь обсуждаем. Это было мне, конечно, смешно. Прилетела Ксюша Собчак на Мальдивы брать интервью у Софьи Таюрской. Кто не знает, кто такая Софья Таюрская. Это солист группы Little Big. И вот она сейчас с Ильичом, это лидер группы Little Big, и вот она с ним крутит роман. И вот, наконец-то, о боже мой, она раскрыла свою страшную тайну, что да, у нее с Ильичом роман. И она, наконец-то, сказала, все, это все правда, никаких больше недомолвок. У нас с ним роман. Напомню, мы говорили про роман Таюрской и Ильича, наверное, сколько, 7-8 месяцев назад, да? Нужно слушать Антона С, потому что Антон С знает все наперед. И Антон С говорит о состоявшемся факте еще за 8 месяцев до того, как этот самый факт состоится. Смешно мне было слушать эту женщину. Ну, кто не знает, начинала она с караоке, потом пошла вот в Little Big. И сейчас они настолько на подъеме. Смешно мне было слушать, во-первых, конечно, Собчак. Да, Little Big, это сейчас новое откровение, это сейчас новый Ленинград, Little Big, это то, что рвет все мировые чарты, тату, вот уровень тату, это сейчас Little Big. Ксюша Собчак, ты знаешь, о чем ты говоришь? И Little Big не были никогда на уровне тату. Мы говорим о мировом признании группы. То, где были когда-то в свое время тату, ни одна русская группа, ни одна группа из России не достигла тех самых результатов. Я не знаю, когда-либо еще они достигнут того уровня, который в свое время достигли тату. Это был феномен общемировой. До сих пор интерпретируют их творчество. Да, оно, возможно, как какое-то примитивное поп-творчество. Но это творчество, которое заявило о России на общемировой арене шоу-бизнеса. И смешно мне было слушать вот эти вот восторженные восклики и всплески ручками Собчак о том, какие замечательные Little Big. И когда же она спрашивала у Софи Таюрской, Софа, скажи, пожалуйста, дорогая моя Софочка, как ты себя воспринимаешь? Вот воспринимаешь ты себя там на уровне татуичного? Нет, я хочу, вот что я хочу. Это быть на первых строчках Forbes, я хочу иметь мировое турне с забитыми стадионами. Я вижу себя на одном уровне с Нирваны. Она говорит, ну вот, как тебе Ленинград? Нет, нет, нет. Я вижу себя уровня Нирваны, я вижу себя уровня Аббы. Мы говорим здесь про иконы вообще мирового шоу-бизнеса. Какая, черт возьми, Нирвана? Нирвана это наполненная меланхолией, депрессивная философия, глубочайшие текста. Да, это люди, которые создали в свое время вот этот вот гранж-рок. Кто Нирвана и кто Софа Таюрская из Little Big? Клоуны, ребят, клоуны. Смешно мне было смотреть на Софью Таюрскую, которая возомнила из себя самую настоящую звезду. Какая Абба? Абба это икона мировой поп-музыки. До сих пор величайшие музыканты нашего времени интерпретируют творчество Аббы, потому что это музыка вне времени. И Софа Таюрская с этими своими... Ну, я не могу даже рядом поставить Little Big и имена такие, как Абба. Я не могу их даже рядом с Тату поставить. Но по факту, как бы сильно мне творчество Тату не претело. Ну и, конечно, было мне смешно слушать про откровения о ее романе с Ильичом. Я вам напомню, когда они начали вместе быть, по словам Софы Таюрской, это было уже после того, как Ильич сам разошелся со своей татаркой. Когда она ушла от своего молодого человека. И вот когда они расстались в 19-м году, в 20-м у них начался роман. Как я знаю, как прилетали ко мне дорогие пташки, кто не знает, вот мой инстаграм, директора для любой информации. Начали они мутить, когда и она, и он были в отношениях. Сейчас, конечно, она не может сказать, да, мы начали, извините меня, ахаться, когда мы оба были в отношениях с другими людьми. И вот потом это все переросло вот в этот вот бурный роман, служебный роман. Это раз. Второе. Если вы, когда уже по факту, постфакту, после ваших расставаний, каждый со своим партнером начали вместе быть, почему такая мистерия? Почему это было покрыто все таким огромным толстым слоем тайны? Ее называют разлучницей. Я не верю в разлучниц. Я не верю, что есть женщины, которые могут увести мужчину, если мужчина сам того не захочет. Но я не хочу, не хочу, не воспринимаю я лицемерия Софьи Таюрской, которая пытается выдать состоявшийся факт, как за какую-то непонятную мистерию. Софа, если бы тебе не было ничего скрывать, вы бы до сих пор не скрывали, хотя об этом говорили все. И я был первый на ютубе, кто об этом говорил. О ваших отношениях в виде служебного романа. Ты врешь. Ты просто элементарно врешь, потому что тебе ничего не остается. Тебя заклеймили. Конечно, тебе нужно поддерживать свою женскую аудиторию, потому что в России это больная тема. Когда женщина возникает на горизонте и уводит мужика из семьи. Но по факту, это по факту. Страна патриархат. И по-другому здесь ты никак не проанализируешь эту ситуацию. И поэтому тебе приходится сейчас врать. И говорить, что вы начали быть вместе с речом, когда вы уже расстались. Когда вы оба были одинокие. И расстались вы, как говорит Собчак. А расстались-то вы почему? Потому что вы элементарно начали вместе быть. Именно это послужило причиной расставания и твоего, и Ильича. Нет, нет, нет. Каждый расстался по своим причинам. Да, Софа, да. Все такие дурачки, все такие наивные дурачки, что верят твоим россказням. Тебе сейчас ничего другого не остается, кроме как врать, чтобы удержать немножечко лицо. Начали вы изменять своим партнерам, когда еще были в отношениях со своими партнерами. Фу. Ребят, невозможно было смотреть человека с таким завышенным самомнением. Фантазер. Это просто огромнейший фантазер. Вот и такая Софочка Таюрская. Отвратительно. Я обязательно повторюсь, оставлю ссылку на это видео. Интересно послушать ваше мнение. Вообще, насколько вы рассматриваете группу Little Big как откровение российского шоу-бизнеса? Как людей, которые совершили какой-то переворот, которые совершили какую-то революцию? Проходящая лично для меня YouTube-группа, которая настолько зациклила в своем дурацком амплуа. Дурацкое амплуа, я имею в виду, что есть определенный стиль, вот в котором они подают свое творчество. Это было какое-то, наверное, откровение в первых двух-трех видео. Потом это все навязло на зубах. Ребятушки, вы заиграли в свой кукольный домик. Смотреть ваше творчество печаль. И последние ваши вот эти вот какие-то произведения, это смешно. Какие стадионы? Какое мировое призвание? Таюрская, куда тебя, черт возьми, несет? Фантазеры просто на каждом углу. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Netflix выкупил права на трансляцию фильма, культового фильма, Дилогия, Брат и Брат 2 для своей платформы. Сразу начнем с того, что там была вот эта вот известная фраза, которую сейчас невозможно произносить на YouTube без проблем с монетизацией. Тема была гнида черно... Это мы говорим про вторую часть Брата, когда он приезжал в Америку. Так вот, гниду черно... Перевели как армянская пизда. Вообще, конечно, когда ты думаешь о феномене вот этой вот диалогии, одно из моих самых любимых, на самом деле, режиссеров современного российского кино. Балабанов, это, конечно, гений. Это гения. Я просто огромный фанат его творчества. Единственный режиссер, о котором я горевал, когда он ушел. Единственный режиссер, чье творчество я обожаю. Единственное, что я не приемлю из творчества Балабановой, это как раз вот эту вот диалогию Брата. И тем не менее, для меня непонятны причины, почему Netflix выкупил права. Потому что, с моей точки зрения, Брат — это настолько российская душа. Почему феномен Брата? Почему появился вот этот вот феномен Брата? Потому что это российская душа, это русская кровь, это русские, российские традиции. Это то, что настолько резонирует в душе абсолютно с каждым, кто вышел из постсоветского пространства. Потому что это настолько родное. Это настолько оно родное, что оно будет непонятно зрителям Netflix. Я считаю, что это будет очень сложно и остро воспринято зрителями Netflix. И потом, конечно, когда мы начинаем сейчас, на данный момент, переворачивать фразы, которые были изначально преподнесены именно в том контексте, в котором они должны были быть преподнесены, как в фильме «Брат 2». Потому что именно такое отношение к американцам, такое отношение к межрасовому отношению русских людей того времени. Нет же, сейчас армянская пизда. Серьезно, ребят, армянская пизда. Именно так вы выкрутились. Меня, конечно, неимоверно коробит вот эта вот повальная цензура, которая идет с обоих сторон. Каждая страна пытается почистить, подкрасить, сгладить углы, чтобы было легче по какой-то причине воспринимать творчество. Кино, музыка, печатные произведения — это все видение художника как бы остро. И с налетом расизма не выглядело это сейчас в наше время, в наши дни. Вот, пожалуйста, Роскомнадзор отправил телеканалу Disney профилактическое письмо, в котором он отметил, что среди детей в России нельзя распространять информацию, отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения. О чем речь? Предупреждение связано со фильмом, который называется «Аут». Это первый проект студии Pixar, героем которого является гей. О чем суть вот этого вот мультика? Суть этого мультика в том, что герой не может справиться с собственной сексуальной ориентацией. Он скрывает от своих родителей свою же ориентацию и помогает ему в принятии себя. Волшебный пес, который помогает человеку принять себя. И в сухом остатке, когда в итоге родители узнали о ориентации этого самого парня, и он понял, что не нужно было скрывать, потому что родители любят его и принимают его таким, кем он является. Я написал в своем телеграм-канале, оглядываясь назад, понимаю, что возможно, если бы подобный мультфильм был в моем детстве, не было бы моей личной персональной драмы полной страхов и неуверенности в самопринятии себя как человека нетрадиционной ориентации. И нет, я не верю, лично я, я не верю, что просмотр данного мультфильма сможет в теории пошатнуть детскую психику, и мальчика или девочки натуральной традиционной ориентации решат. Ох, наверное, я тоже могу попробовать себя с мужчиной или женщиной, то есть с человеком своего пола. Во-первых, мы здесь говорим про мультфильм, там нет никаких сцен интима, там нет никаких любовных отношений, там просто кризис восприятия себя, принятия себя молодым человеком и своей нетрадиционной ориентации. Нет же, Роскомнадзор увидел здесь пропаганду гомосексуализма. Поставил я этот пост в своем телеграм-канале, и что бы вы думали в комментариях, полный раздрай, нам такое не нужно, нам не нужны наши христианские, черт возьми, ценности, нам не нужна вот эта вот забугорная чушь, потому что дети станут, черт возьми, гомосексуалистами. Ребята, вообще ужасно смотреть на то, что сейчас происходит в России, вот эта вот зацикленность на христианстве, зацикленность на непонятных мне личных скрепах, когда ты видишь чуть ли не гонение на людей нетрадиционной ориентации, и в то же время ты смотришь на людей традиционной ориентации, которые бухают так, что света белого не видят, и дети, которые живут в традиционных семьях, вот уж где такая вот хорошая, такая серьезная психологическая травма с самого, считай, рождения. Лицемерие, лицемерие, и оно неправильное лицемерие, потому что все это преподносится в контексте духовных скреп, христианского правильного образования, какое христианское, черт возьми, образование и влияние, когда вы смотрите на тех же попов, у которых часы, по я не знаю сколько там, десятков миллионов рублей, у которых яхты, у которых майбахи такие, которые олигархам не светят. Вот что такое православная церковь и попьё, живущая у этой самой чертовой кормушки. Лицемерие, лицемерие, оно абсолютно везде. Живем в странное время перемен. Непонятно, чему верить, непонятно, как ты можешь относиться к той или иной ситуации в этой жизни. Я не понимаю вообще, что сейчас происходит. Ты боишься высказать любую точку зрения, потому что обязательно кто-то обидится. На самом деле это замечательно, что есть люди, которые не боятся высказывать свою точную, чёткую гражданскую позицию, потому что она и есть у всех. Но мне бы хотелось бы, чтобы парни и девушки нетрадиционной ориентации, когда они растут, вот 11, 12, 13 лет, когда ты начинаешь понимать, кто и кем ты являешься, что у тебя бы не было вот этого жуткого диссонанса и персональные драмы, восприятие себя. Потому что всё, что сейчас вот в России, официально, да, вот, позиция властей. Гей — это плохо. Пропаганда этого запрещена. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, давайте не пройдём мимо вот этого феномена. Миша Ефремова временно переводит под домашний арест. Кто бы думал, да? Сколько ему давали лет? Пять, шесть? А то, что он отправил мужика на тот свет, потому что был бухой и под наркотой, да? Освобождает его под домашний арест. Находится он уже в столице, где даёт показания по делам о запрещённых веществах. Цитата. По программе «Защита свидетелей». Вон, как они вывернули. Программа «Защита свидетелей». Бухарика и Нарика Миши Ефремова отправили домой. В программе «Защита свидетелей» ему организовали особое положение, поскольку в тюрьме ему может быть небезопасно. На него надели специальный браслет. Ему разрешены прогулки в радиусе одного километра от дома. Я так понимаю, возлияние и всё прочее тоже не запрещено. Цитата. По его наводке следователи вроде бы уже... Вроде бы уже! Что за оборот? Вроде бы уже вышли на крупные фигуры в наркоделах. Пока он официально числится на зоне в Белгороде, но физически он в Москве. Выходит на улицу, но маскируется, чтобы его не узнали. Вот так вот такую информацию приносят пташечки. Буквально два дня назад говорили о том фальшивом задержании Элджея, когда вроде бы его задержали, потому что он был бухой, вез свою жену из ночного клуба в их дом. И вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть это самое видео. Оказалось, что это пиар-акция в поддержку его альбома. Но видите, по-другому невозможно заявить о себе. Невозможно заявить о себе просто творчеством. Нужно хоть вот такую чернуху выдумать, чтобы о тебе в очередной раз поговорили. Вот они бездарности, которые на каждом шагу пытаются вот этими своими лапками выкарабкаться не благодаря своему таланту, а благодаря вот такой чернушной пиарщине, да. И в том самом видео я говорил вот Эдварда Билла, его же освободят, ребят, его освободят. Баба чуть с того света вот только-только вернулась, да, потому что там было всмятку выкарабкается он, не сядет он, потому что расплатился. Миша Ефремов. Тогда я говорил в том самом видео, что вот мы такие молодцы, подогревали общественный интерес, нас смотрят там по полмиллиона эти самые видео. У нас набирали просмотры, потому что они все мне набирают по полмиллиона со временем. И мы очень многое сделали, я считаю, правильного, когда этого бухарика посадили в тюрьму. И я тогда говорил, вот хотя бы Мишу Ефремова посадили. Что бы вы думали, не прошло и пару дней, а оказывается Миша Ефремов уже на свободе. Километр в радиусе вокруг дома маскируется. Что, усы лепят и парики ему приносят из театра? Живете в той стране, где запрещена пропаганда гомосексуализма. Где запрещены мультики, которые помогают, возможно, детям. Да невозможно, а 100% помогли бы принять себя, что ты нормальный, вне зависимости от своей ориентации. Зато бухье, вот такое чертово бухье, которое отправляет людей на тот свет, освобождают. Года не прошло. Особо важный свидетель. Система защиты этих самых свидетелей. Ребята, вы живете в восхитительной стране. Мне говорят, ты русофоб. Какой русофоб? Вот вам по факту. Бухарь? Наркот? Илон уже на свободе. Слов нет. Оль, выплывай. Посмотрите, какое дно. Фунтик Влада Калуга. Ребят, это замечательный приют, который помогает бездомным животным. Это люди, которые постоянно помогают бездомным животным. И у них постоянно огромные финансовые проблемы. Я обязательно оставлю ссылку на инстаграм. Фунтик Влада Калуга. Пожалуйста, не проходите мимо. Пожалуйста, помогите. Потому что очень часто, понимаете, да, вот вам еще один феномен постсоветского пространства. Когда где-то, куда-то просто миллионы тратятся. Где-то бухарей выпускают на свободу. Миллионы тратятся на многое, дорогие мои. Зато пенсионеры по мусоркам ползают. И бедные животные крупу едят. Знаете, вот ужасен тот самый факт. Мы замечательные люди-сплетники, которые не проходят мимо нуждающихся приютов. Но по факту, как же ужасно. Это очень часто мы единственные. Вот свет в тоннеле, потому что никто, кроме нас, ничем не помогает. А ведь есть же богатейшие люди в России. Боже мой. Я знаю, меня смотрят люди состоятельные. Я знаю, меня смотрят люди с действительно большими деньгами. С большими возможностями. Ну, пожалуйста, ну, перейдите. Ну, киньте вы на карту, ну, я не знаю, ну, 3000 рублей. Ну, 5000 рублей. Для вас это объективно копейки. Вы себе просто представить не можете. Как же это помогает? Не проходите мимо. Я знаю, меня смотрят богатые люди. Ребят, не проходите мимо. Потому что никто им не помогает, кроме нас, сплетников. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всему миру, что мы, сплетники, умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Все вы знаете, у нас сложность монетизации. Поэтому спонсорская поддержка от вас, сплетников, она действительно неоценима. Спасибо абсолютно всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok